Всех приветствую! Сегодня хочу показать, как установить мод версии 1.3 и как им пользоваться. Перед тем, как прийти к установке мода, давайте отключим ноду PRISM. Открываем скачанный архив. Здесь заходим в папку. Видим, есть инструкция, в которой найдете более детальное описание всех изменений, которые были произведены. Можно по этой инструкции изменить свои файлы вручную. Если уже вы хотите установить готовые файлы, нужно зайти в вашу папку с нодой PRISM. На Windows это диск C, Program Files, PRISM. Заходим в папку HTML, в папку UI. И сюда нам нужно перетащить содержание папки UI. Выделяем все папки и файлы. Перетаскиваем. Заменяем файлы. На этом установка закончена. Закрываем папку. Также архив. Можно запустить теперь ноду. Ждем синхронизации ноды. Можем в статусе увидеть то, что нода уже синхронизирована. Нажимаем ОК. Нужно перезагрузить интерфейс ноды. Видим то, что появилась вкладка Forge Accounts. Теперь нам нужно подготовить файл с парольными фразами. Допустим, мы хранили парольные фразы в Microsoft Word. Нам нужно создать текстовый документ. Можно назвать его как угодно. Я назову его Три Пятерки. Открываем. И сюда нам нужно записать наши парольные фразы. Вот я подготовил две тестовых фразы. Вставляю. Обязательно в конце нажмите Enter. Чтобы не дописать лишних пробелов в парольную фразу. Копируем вторую. Вставляем. Итак, в этот файл вы можете записать сколько угодно в ваших парольных фразах. Далее нажимаем файл сохранить. Закрываем. Также закрываем этот файл. Далее нам нужно позаботиться о безопасном хранении этого файла. Как один из вариантов предлагаю добавить его в архив. И установить пароль. Я уведу простой пароль 12345. Вы можете придумать более сложный пароль. И нужно поставить галочку «Шифровать именно файлов». Теперь нажимаем ОК. И здесь ОК. Создался архив. Этот файл мы теперь можем удалить. А этот архив вырезаем. И вставляем его на флешку. Теперь, когда нам нужно запустить форжинг на наших кошельках, мы открываем этот архив. Вводим пароль. И этот файл вытаскиваем на флешку. Потом, после того, как мы запустим форжинг, этот файлик можно удалить и оставить на флешке только архив. Открываем ноду. Нажимаем на кнопку «Не форжите». Здесь добавили кнопку «Запуск форжинга с файла». Нажимаем. Открывается проводник. Здесь находим нашу флешку. Здесь вот наш файл. Два раза. Два щелчка по нему или один. И нажимаем кнопку «Открыть». По желанию, как вам удобно. И видим то, что форжинг сразу же запущен. Переходим на вкладку «Форжи аккаунты». Видим то, что запущен форжинг на двух кошельках. Из дополнительного функционала добавили только нумерацию кошельков. И появилась кнопочка «Глазик», где можно скрыть ваши данные. То есть, как и общие балансы, так и сами кошельки. Это удобно, если вам нужно записать какой-то видеоролик с обзором. И вам нужно скрыть свои личные данные. При этом, процент доходности ваших кошельков остается. Вы можете показать примерно, сколько вы получаете в монетах в месяц. Ну, на этом у меня все. Главное, позаботьтесь о безопасном хранении вот этого вашего файла. Теперь вот этот можно удалить. И вот остался архив. Возможно, вы найдете другой способ хранения этого файла. Главное, я считаю, не нужно пользоваться программами удаленного доступа. Нужно быть администратором вашего компьютера. То есть, чтобы не было доступа у третьих лиц. И также не пользоваться интернетом с данного компьютера, на котором форжите. Не устанавливать дополнительные программы, которые могут сфоровать у вас с компьютера файлы. Или получить доступ к вашему компьютеру. Так как безопасность вашего компьютера, это в первую очередь безопасность ваших монет. Потому что, также, если кто-то получит доступ к компьютеру, он может достать ваши приватные фразы и с оперативной памяти устройства. Поэтому ему даже не нужен будет этот ваш файлик. Поэтому безопасность ложится только на вас. И о хранении этого файла нужно позаботиться. На этом у меня все. Надеюсь, эта функция вам поможет быстро запускать форжинг, если у вас несколько кошельков. Благодарю за внимание.